Кинематография 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 В Соединенных Штатах Америки Кинопрограмму комментировал артист Берт Ланкастер В музее советской армии в Москве сохранена эта землянка Партизанское жилище Еще один своеобразный памятник войны Войны за линией фронта Когда Наполеон вторгся в Россию в 1812 году Он захватил Москву Но в тылу русские партизаны превратили жизнь завоевателей в ад В 1941 году, когда полчища Гитлера вторглись в Советский Союз Под пятой оккупантов оказалась большая территория Однако в тылу врага развернулась поистине народная война Советские партизаны уничтожали немецкие части Взрывали склад боеприпасов Пускали под откос эшелоны Партизаны действовали всюду В густых лесах и болотах Беларуси В катакомбах Одессы, которые они превратили в центр подполья До последнего сражались молодые подпольщики при Черноморье Нигде фашисты не чувствовали себя в безопасности Партизан, подпольщиков, русские называют народные мстители Тысячи их отдали своей жизни в этой героической борьбе Наш фильм «Партизаны. Война в тылу врага» Трудным было лето 41-го Советская армия оказывала яростное сопротивление внезапно напавшему врагу Но вынуждена была отходить Нацисты наступали по фронту, равному всей европейской границе Советского Союза Это было невиданное по своей мощи внезапность и жестовости нападение Фашистские орды топтали равнины Украины и Беларуси Они устремились к Киеву, Смоленску, Ленинграду, к Москве Уничтожить советское государство и советский народ Такова была цель Гитлера КОНЕЦ В этом году в России умрет от голода от 20 до 30 миллионов человек Некоторые народы надо сокращать, вещал Геринг Ведомство Розенберга, так называлось восточное министерство, строило конкретные планы 65% западных украинцев переселить в Сибирь Три четверти населения Белоруссии туда же В отношении русского народа признавалось лишь два варианта Или полное уничтожение, или онемечивание той его части, которая имеет явные признаки нордической расы Последнюю точку в этой взбесившейся стратегии поставил Борман Гигантское пространство должно быть усмирено, заявил он Лучше всего этого можно достичь путем расстрела каждого, кто бросит хотя бы косой взгляд Это была тотальная война против народа Война на уничтожении народа, советского государства В ответ из огня сожженных деревень и городов занялось пламя поистине всенародной войны И стар, и млад уходили в леса, в партизаны Ручейки человеческих судеб, страданий, горя, гнева Сливались в великую реку сопротивления Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Партизанские отряды пополняли солдаты и офицеры, вышедшие из окружения В рядах партизан шли коммунисты Все они знали, борьба будет трудной, долгой и беспощадной Одной из первых героинь партизанок стала Зоя Космодемьянская Ей было всего 18 лет Осенью 41 года, в дни великой битвы за Москву, Зоя была заброшена к немцам Фашисты повесили ее в центре села Зое Космодемьянской было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза Уже к началу 42 года партизанские отряды стали грозной, хорошо организованной силой Прежде всего партизаны нуждались в оружии Сами ковали его, отбивали у врага Доставали в боях винтовки, гранаты, ножи Пулеметы были редкостью О пушках можно было только мечтать Но главным их оружием стала беззаветная любовь к родине и святая ненависть к захватчикам Они клялись Я, гражданин Великого Советского Союза Верный сын героического русского народа Плянусь, что не выпущу из рук оружие Пока последний фашистский гад на земле не будет уничтожен За сожженные города и села За смерть детей наших За пытки, насилия и издевательства над моим народом Я клянусь, мстить жестоко Беспощадно и неустанно Кровь за кровь Смерть за смерть Я клянусь, что скорее умру В жестоком бою с врагом Чем отдам себя Свою семью И весь советский народ В рабство коварного фашизма Имена многих партизан и подпольщиков знает теперь вся страна Юноши и девушки создали в Краснодоне подпольную организацию «Молодая гвардия» Фашисты их пытали и зверски замучили Они были бесстрашными и смелыми борцами Ушла по стране война народная У партизан поначалу почти не было мин Не хватало взрывчатки И они проявляли поистине чудеса смекалки Суровый быт, сражения и опасности делали их одной семьей И своих вожаков партизаны Украины и Белоруссии называли тепло по семейному, батьками Вот один из них Батька Минай Минай Шмырёв Одно его имя наводило страх на фашистов И они отомстили батьке Минай Сожгли его хату, убили детей Дочку Лизу Двух сыновей, Серёжу и Диму Не пощадили и младшего, двухлетнего Мишу Батька Минай продолжал сражаться до того дня, когда последний оккупант не был изгнан с советской земли Партизанские семьи Такой была и семья Игнатовых Отец, командир отряда Мать, медсестра Сыновья Минёры, Евгений и Геннадий Они пустили под откос немецкий эшелон, но и сами погибли в бою Братья Игнатовы стали героями Советского Союза Их именем был назван один из белорусских отрядов В те годы многие партизаны, чтобы не подвергать опасности близких Носили вымышленные имена Вот этого прославленного командира называли просто Дед Председатель горысполкома в маленьком украинском городке Путивле Он стал к концу войны знаменитым партизанским вожаком Мудрый и бесстрашный Дед Сидор Ковпак Лев Толстой писал в войне и мире о дубине народной войны, обрушившейся на Наполеона Теперь советские партизаны стали настоящими хозяевами в Дубравах и Чащих Они даже собирали партизанские конференции Обменивались опытом, координировали действия Нет, фашисты никак не ожидали столь яростного и упорного сопротивления у себя в тылу И многие свои неудачи они относили за счет русской суровой зимы Морозы были действительно суровыми до 30 градусов Но ведь партизанские отряды действовали и в заснеженных полях, и в южных степях, и на Украине, и в центральных областях России, и в Привалтике И если уж вспоминать о морозах, то партизанам от них доставалось сильнее У них ведь не было теплых зимних квартир Однако диверсии, вылазки, налеты не прекращались Опасность поджидала оккупантов на каждом шагу Она проглядывала из-за каждого дерева, из-за каждого куста Партизанам доставалось немало трофеев, таких как эта пушка Жаль, только что сбит затвор, и чтобы открыть огонь, нужна оглобня Ценная добыча в разведке — немецкие пленные И языки, как называли их русские Языки эти развязывались порой очень быстро Фашисты страшились, что им придется отвечать за все, что сделано ими на советской земле Сведения, полученные от пленных, донесения партизанских разведчиков Были весьма ценными для советского командования Кто знает, сколько голов сложили в боях отважные разведчики, герои-партизаны 20 миллионов советских людей погибло в годы войны И среди них бойцы, воевавшие в тылу врага Их боевые дела, их редкие минуты досуга, их быт сохранили для нас съемки кинооператоров Среди них были две женщины — Атилия Рейзман и Мария Сухова Мария погибла во время одной из атак Атилия Рейзман До войны многие из них были горожанами А теперь им пришлось три бесконечных года жить в лесной глуши Они учились обходиться немногим Темную атаку Северной В лесных госпиталях не хватало лекарств и инструментов. Партизанским хирургам порой приходилось действовать ручной пилой и вместо наркоза стакан водки. С каким волнением и надеждой ждали люди на оккупированных территориях вестей с большой земли. Из партизанских типографий газеты и листовки шли в села и деревни. За хранение такой листовки расстрел. А вести в подпольных изданиях уже радовали. В войне наступил перелом. Под Сталинградом разгромлена и пленена целая немецкая армия. Это была великая победа. Далеко, на Тихом океане, флот Соединенных Штатов вел бои с японцами. В Северной Африке англичане сражались с войсками Ромеля. И правда о Сталинграде, правда о победе была тогда необходима как хлеб. Этой женщине грозит смерть, если фашисты найдут листовки, спрятанные в старой прялке. Но слово «правда» неумолимо шло из дома в дом, из села в село. Оно вселяло радость и укрепляло веру в освобождение от неволи. Северной Африке Судьбу народа разделили его дети. Их было немало в партизанских отрядах. Маленьких разведчиков, смелых и смышленых, настоящих юных героев. Война лишила их детства. Они забыли вкус молока, забыли, что такое хлеба вдоволь. Они никогда не ели досад. В белорусском городке Полоцке был детский дом. Фашисты замыслили страшное. Отправить сирот в клинику и там ставить на них опыты, как на животных. Партизанам удалось узнать об этих планах нацистов. Они вывезли детей из города, а затем отправили их в тыл. КОНЕЦ С ними была воспитательница Валентина Степановна. Она вспоминает. Только мы сели в самолет, поднялись. Значит, слышим выстрелы по самолету. Потом, значит, и так мы летели некоторые. Долго ли тоже трудно времени. Вдруг самолет пошел на проземление с такими прыжками. Летели дети, девять человек меньших. Один летел мальчик из старшей группы. Вот в возрасте, как вот здесь из тебя-то, Володя Шишкол. Значит, он выскочил и кричит, Валентина Степановна, мы горим. Мы начали оттаскивать детей, быстренько выхватывать. И уже когда выхватывали, то на некоторых детей уже даже горела одежда. И когда мы только оттащили, то взорвался бензинный бак. И всем пламенем охватило самолет. Мы стали смотреть, где летчик. Стали вокруг смотреть самолеты. То метров так в 30 от самолета увидели обгорелого летчика Мамкина Сашу. У Мамкина горели руки, лицо все горело. Сам погиб, а мы остались все живых. Но летчика Мамкина никогда в жизни не забудем. Спасенные дети. Кем они стали? Владимир Шубин работает на заводе в Минске. Анна Шевнова, медсестра. Анатолий Латко, ремонтник локомотивов. Маргарита Яценова, трудится в Полоцке. Семен Корсиков, моряк. Это карта наибольшего продвижения немецких войск вглубь территории Советского Союза. Посмотрите, не было ни одной республики, ни одной области на оккупированной территории, где не сражались бы партизанские отряды, не действовало бы подполье. Советское Верховное Командование создало в Москве центральный штаб партизанского движения. Его возглавил Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко, один из видных партийных деятелей Белоруссии. Штаб разрабатывал партизанскую стратегию и тактику, осуществлял связь и координацию действий с Красной Армией, заботился о доставке оружия, медикаментов, боеприпасов. С Большой Земли самолетами в партизанские леса забрасывалось все необходимое, а обратно в тыл переправляли раненых и детей. Каждое появление посланцев Большой Земли означало сигнал к подготовке важной операции. КОНЕЦ Действия партизанских соединений принимали все более крупный размах. Только зимой 1942 года против партизан немцам приходилось держать 11 пехотных и кавалерийских бригад, 10 охранных дивизий и один горно-стрелковый корпус. Воюя в тылу, партизаны отвлекали на себя значительные силы регулярных войск. И этим они помогали армии, фронту. В 1942 году 10% всех сухопутных войск гитлеровской Германии воевало на Восточном фронте против партизанских отрядов. Одну за другой гитлеровцы направляли карательные экспедиции. Жители уходили в леса, прятались на болотах, но каратели преследовали их и там. Эти кадры снимала немецкая хроника, видимо, для того, чтобы запечатлеть энергичные меры немецких войск по борьбе с мирными жителями, помогавшими партизанам. Приказ фашистов гласил, на оккупированных территориях жизнь человека ничего не стоит. За связь с партизанами, реальную или померещившуюся, уничтожали целые деревни. Их сжигали вместе со всеми жителями. За время оккупации гитлеровцы уничтожили на Украине более 4 миллионов человеков. В Белоруссии более 2 миллионов. Горе и ненависть испытывали советские люди, чьим глазам открывались такие картины. Врагам и предателям пощады не было. Этот человек был старостой и пособником оккупантов. Судят предателей, судят всем миром за измывательство над односельчанами, за преступления перед Родиной. Приговор вынесет. В период фашистской оккупации партизаны полностью изгнали немцев из многих областей. Они контролировали территорию, равную по площади таким государствам, как Голландия и Дания, вместе взятые. Здесь была восстановлена советская власть. Один из таких свободных районов находился в Белоруссии. Его называли Родобельская партизанская республика. Война и сюда принесла разорение и нищету. Но как бы ни было трудно, партизаны проводили здесь весенний сев. И как бы ни было трудно, учителя продолжали преподавать родную репь. Здесь продолжали выходить газеты. И, конечно, здесь проходила подготовка к партизанской пополнению. Отсюда отряды уходили бить врага. Война в тылу врага шла не только в лесах, но и в захваченных фашистами городах. Минск. Столица Белоруссии. В этом некогда цветущем, полном жизни городе оккупанты убили 300 тысяч человек. Но и здесь люди не хотели подчиниться. Покориться гитлеровскому новому порядку. Активно действовали подпольщики. Они совершали диверсии, выводили из строя коммуникации фашистов, взрывали склады, убивали карателей. И в немецких оккупационных газетах все чаще появлялись траурные рамки. Генерал Вильгельм Кубе, гитлеровский наместник Белоруссии. Одно мое имя должно наводить ужас на каждого белоруса и русского, говорил он, чтобы у них мозг леденел, когда они услышат имя Вильгельма Кубе. Палачим учитель Белоруссии, поставщик даровой рабочей силы в Германии. На его совести немало жестоких карательных акций. Однажды вечером в спальне Кубы оказалась бомба с часовым механизмом. Уничтожили Кубы минские подпольщицы, Осипова и Мазаник. Много лет спустя, Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко рассказал. Так называемая магнитная мина. Это по единодушному признанию партизан, она являлась королевой мин. О нем в самом начале у нас не было. Немцы пишут в одном из работ о партизанах, что, говорит, господин Пономаренко закупил в Швейцарии 7 тысяч часовых механизмов, и они сделали магнитные мины. А в самом деле, если бы он знал, что мы их отправили в тыл 750 тысяч, такие там 7 тысяч механизмов, это наши люди сделали. Вот так Галя взорвала Кубы как. Вечерком они приготовили ее, поставили на 24 часа. А на другой день положили Кубы в постель. Вот от такой мины он и отправился туда, где он говорил, что очень приятно и там вечное блаженство. Наступило лето 43-го года. В центре России, на Курской дуге, разворачивалось величайшее в истории танковое сражение. В боях под Курском советская армия показала свое неоспоримое превосходство над вермахтом. К этой битве несколько месяцев готовились и партизаны. Центральный штаб партизанского движения разработал план грандиозной операции. Он получил название «Рельсовая война». Советское и германское командование знали, «Курская битва» станет решающим этапом в ходе войны. Перед партизанами стояла задача блокировать коммуникации, замедлить, сорвать подвоз подкреплений и техники. «Рельсовая война» «Рельсовая война» «Рельсовая война» В ночь на 3 августа 1943 года началась операция «Рельсовая война». Партизаны одновременно нанесли сокрушительные удары на фронте в тысячу километров. Эшелоны летели под откос всюду, от линии фронта вплоть до западной границы Советского Союза. Девушки отдыхают. И несмотря на все предосторожности, за месяц враг терял до 200 локомотивов. Каждые 30 дней партизаны разрушали до полутора тысяч километров стальных путей. И восстановить разрушенные фашисты уже не могли. КОНЕЦ К концу 1943 года, когда советская армия все решительнее шла на запад, роль партизанского движения значительно возросла. Командирам крупных партизанских соединений присвоили генеральские звания. Легендарный дед Сидор Артемович Ковпак. Комиссар отряда Руднев. Вместе с Ковпаком они прошли от Путивля до Карпат. Изменилась тактика партизан. Они не только совершали налеты и диверсии. Теперь они были достаточно сильны для глубоких рейдов по талам фашистских войск. У них была уже собственная артиллерия. Они уничтожали гарнизоны, освобождали села и даже города. И в освобожденных деревнях они слышали горькую и страшную правду о зверствах оккупантов. Все более сложные задачи приходилось решать партизанским командирам. Все дальше лежал их путь. Через большие и малые реки. Через Днепр. Припять. Через Днепр. Через Днепр. Через Днепр. КОНЕЦ Воевали в северных студённых лесах. Вермахт всё чаще оказывался между молотом и наковальней. С фронта атаковала советская армия, с тыла партизаны. И наступал долгожданный час общей победы. В боях за столицу Белоруссии, Минск, участвовали войска советской армии и партизаны. Прямо из боя пришли они на свой парад. КОНЕЦ 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 Через тридцать лет партизаны вновь прошли по улицам Минска. КОНЕЦ 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 Годы изменили их, но время не смогло заставить потускнеть их героические деяния. В сознании советского народа их подвиг не померкнет никогда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Наш следующий фильм «На восток». Героическое переселение людей, эвакуация целых заводов, ценности, различного оборудования за Урал и в Сибирь. Там все это собирали вновь, строили заново для борьбы против фашистской Германии. Это одно из малоизвестных сражений Великой Отечественной войны. Субтитры создавал DimaTorzok